всем привет дорогие друзья из солнечной алании несмотря на то что на дворе февраль и кстати немного похолодало потому что в начале февраля но было просто настоящее лето а сейчас у нас на улице 16 градусов вот именно сейчас 19 февраля 2021 года и ночью кстати температура опускается до даже плюс 5 градусов и вы не представляете буквально пару дней назад как пишут в интернете впервые за 50 лет в аланье выпал снег но естественно он выпал и быстро растаял и даже вот эта вот дорога которая ведет из аланьева аэропорт газе паша вся была в снегу и в фейсбуке я даже видела такие фотографии когда люди сидят около бассейна и идет снег в общем что-то невероятное поэтому погода в аланье тоже зимой как вы видите непредсказуемое ну а сейчас очень тепло буквально пару секунд пару минут делаю для вас вставку именно с фотографиями и видео когда в аланье впервые за 50 лет шел снег ну а сейчас мы возвращаемся в солнечную погоду и многие из вас просили меня сделать обзор рынка цен на рынке так вот сегодня пятница традиционный рыночный день и мы находимся в самом центре аланье и я сделаю для вас обзор рынка пройдемся прогуляемся по рынку посмотрим что продается в феврале в описании к этому видео смотрите ссылки на все рынки в аланье которые есть практически каждый день в разных районах ну а что у нас продается в середине февраля и по каким ценам идем вместе с вами смотреть также после того как мы сходим с вами на рынок обязательно отправимся на пляж не оставлю вас без моря пятничный рынок в аланье начинают свою работу в четверг вечером когда уже можно приходить и покупать разные фрукты овощи вход на рынок строго в масках и сейчас не так много народу но товаров как вы видите очень много продаются груши вот эти вот груши я вам показывала раньше они очень интересной формы 2 лиры 50 но они очень очень сочные большое количество яблок зеленые красные желтые айва вот этот фрукт очень вкусный стоит 4 лиры килограмм очень вкусно запекать и делать варенье лимоны 3 лиры местные лимоны ну и конечно же лук и картофель картофель 2 лиры 50 баклажаны 4 лиры баклажаны я очень люблю запекать в духовке фасоль нет это у нас бакла 7 лир 50 и вот такие вот органические видите написано органические деревенские помидоры 3 лиры их особенность вот видите вот в таком вот интересном строение самого помидора огурцы стоят 5 5 лир килограмм и вот такие вот помидоры из теплицы 4 лиры и чуть поменьше 3 лиры 50 есть цветная капуста штука стоит 5 лир очень вкусно запекать в духовке и апельсины 5 лир килограмм апельсины очень большие вот сравните с моей рукой прям огромные айва 4 лиры и кабачки кабачки я очень люблю 3 лиры килограмм и мы обычно покупаем вот такие вот помидоры помидоры 5 лир здесь у них различные корнеплоды и зелень морковь 3 лиры килограмм зелень 3 лиры капуста и пучки петрушки укропа рокколы стоит лиру килограмм для того чтобы понять что столько сколько стоит обращайте внимание вот на эти слова то не означает штука а если написано kg кило то значит килограмм вот такие вот красивые яблоки вот эти яблоки тоже очень вкусные стоит 5 лир и продаются грибы 17 лир килограмм киви из и такие у нас из ялова 15 лир килограмм клубника вот что я вам хотела показать смотрите здесь у нас из газе паши клубника 12 лир килограмм посмотрите какая огромная вот если сравнить с моим пальцем очень и маленький авокадо это тоже тренд сезонной кадар авокадо вот такие вот маленькие авокадо стоит 35 лир за килограмм на клубника просто шикарно но и конечно же аланийские бананы стоят 5 килограмм 5 лир килограмм бананы и есть здесь также ананас и кстати ананас кокоса мы тоже всегда покупаем ташки радарим цитрусовые уже заканчиваются здесь есть апельсины 5 лир яблоки 5 лир ну и мандарин они тоже уже заканчиваются 8 лир килограмм гранаты смотрите какие сочные шикарные гранаты просто вкуснятина супер полезные гранаты кстати из газе паши и в газе паше также проводят фестиваль гранатовый мандарины чуть поменьше 5 лир ну и конечно же тоже один из зимних овощей это тыква из тыквы делают всякие разные вкусности в основном десерты и видите написано даже медовая тыква из бурдура бурдуры это недалеко от испарты находится находится этот регион все остальное здесь традиционно лук 2 лиры картофель 2 лир и конечно же перец большое количество перца даже через маску чувствую как он пахнет капуста разные виды капусты белая капуста вот здесь например видите капуста килограмм 4 лиры а там а вот это вот стоит 4 лиры лиры штука вот вот в чем разница поэтому когда покупаете обращать обязательно обращайте на это внимание очень много зелени мэраба очень много зелени и даже есть кальраби вот такая вот моя липусенькая капуста очень тоже вкусная а вот так вот выглядит имбирь корень имбиря есть также вот такие вот грибы я думаю что это грибы до пишите обязательно в комментариях кто знает что это за грибы идем с вами дальше также мы обычно покупаем мелкие помидоры и обычно вот такие помидоры на веточках 5 лир килограмм помидор разных много баклажан перца огурцы перец абсолютно разный от очень острого до вот такого вот красного и зеленого вот тоже видите совсем маленькие кабачки 6 лир местные маленькие кабачки сейчас также пройдем в ту сторону где продаются сыр и оливки масло и сыр и многие из вас спрашивали по поводу мяса и рыбы на рынке в турции на рынках мясо не продается продается мясо только в магазинах или в мясных лавках единственное мясо которое можно скажем так найти мясо подобие мяса на рынке это судьба местная турецкая колбаса это суджук здесь вот видите местные бабулечки тоже продают свои то что они выращивают на своих участках и вот здесь как раз продается оливки томатная паста сделанная как из помидор так и из перца есть острая и обычная и разные виды разные виды оливок цены начинаются от двадцать восемь двадцать шесть двадцать пять лет кто какие любят черные зеленые даже есть вот такие вот окрашенные в соке свеклы много разного сыра кто любит с плесенью сыр из чанаккале тракия из мир из хатая видите даже из из мира деревенский сыр есть в общем много разных видов ну и конечно же сухом сухофрукты и орехи вот например сухой инжир просто вкуснятина невероятная чеснок чеснок стоит 40 лир килограмм 20 лет нет пучок пучок вот видите пучок связанный пучок этот стоит 10 этот стоит 40 пакет например пять лет а вот этот килограмм 30 30 лир вот этот килограмм 40 лир в общем нужно внимательно смотреть что именно продается пучок штука или килограмм очень много лимонов лимоны очень очень сочные огромные и грейпфрукты клубника здесь тоже клубника 15 лет килограмм клубника цены на клубнику постепенно падают это очень радует потому что клубнику мы очень очень любим сейчас пройдем с вами еще вдоль рынка вдоль центральной улице рынка солнце яркие краски друзья просто потрясающе и кстати сегодня днем достаточно тепло сейчас на улице как я уже говорила 16 градусов вот здесь как раз и представлены видите разные виды перца зеленый красный зеленый даже есть острый перец много-много разных видов и опять клубника и здесь кстати уже клубника 7 лир но она такая более мелкая а вот это покрупнее 10 лир мы кстати покупали и нам очень понравилось также апельсины мандарины по мандарины по 7 лет здесь всегда на этом месте привет мирова на этом месте продают зелень и здесь на этом месте всегда продают картофель вот такой вот огромный картофель 3 лиры картофель поменьше 250 и лук 2 2 лиры очень здорово сейчас мы тоже себе купим много всего вкусного а здесь на углу обычно продают самые сезонные фрукты так вот раньше здесь у нас была форма инжир даже каштаны продавали а сейчас видите клубника все друзья официально сезон клубники открыт потрясающая сегодня погода а здесь посреди рынка как я уже говорила местные фермеры небольшие приезжают и продают свою продукцию многие меня также спрашивали могу ли я выращивать что-то у себя купить дом выращивать и продавать так вот для того чтобы продавать на рынке нужно получить во первых сертификаты на свою продукцию а во вторых иметь разрешение от мэрии чтобы продавать то есть нужно платить за это место поэтому просто так прийти сесть и продавать здесь нельзя здесь продают и жарят семечки очень вкусно пахнет мы здесь у них тоже всегда вот эти вот семечки мы покупаем вот такой вот он яркий и сочный рынок друзья сейчас в аланье если говорить о разных запретах и новых постановлениях как вы видите до сих пор в турции масочный режим и комендантские часы которые каждый день с 9 вечера до 5 утра и с пятницы 9 вечера до 5 утра понедельника поэтому кафе и рестораны тоже закрыты и работают они у нас только на вынос или можно заказывать но торговые центры магазины каждый день все открыто с десяти до восьми вечера в общем мы надеемся что туристический сезон скоро начнется как сказал министр в апреле мы начинаем кто-то его уже начал кто тоже приезжает потому что границы открыты только необходимо сделать тест и кстати в марте месяце я полечу в кыргызстан 6 марта я буду там участвовать в одном из форумов для предпринимателей женщин в описании смотрите ссылку если вы там находитесь и там живете обязательно приходите и в апреле 10 апреля я буду в москве сегодня в аланье стоит действительно потрясающая погода очень тепло я сейчас еду на очередную встречу со своим зубным доктором дантистом по моему же в четвертый раз снимают для вас отдельное видео и все будет все мои посещение врача и весь период лечения будет в отдельном видео ну а сейчас покажу вам аланью 6 часов вечера и мы с вами находимся сейчас в районе оба на пляже я вам обещала показать море и сейчас спустимся на самый берег моря солнце кстати греет но уже достаточно прохладно такой прохладный ветерочек идем с вами слушать смотреть море если говорить о набережной то здесь в обе такая хорошая набережная широкая очень много гуляющих катающихся на велосипедах и солнце у нас уже заходит мы сейчас спустимся с вами на берег моря людей еще много почему потому что буквально через несколько часов начнется комендантский час пятница вечер и до понедельника до пяти утра будет комендантский час пляж здесь тоже просто широченный огромное количество пляжных баров и отели вот это вот все здесь отели идут вплоть до махмутлара очень широкий пляж очень много места можно гулять дышать свежим воздухом смотреть море красиво просто нереально и море как я вижу сегодня тоже очень спокойная а Вот такая вот здесь у нас красота, друзья, потрясающее море, оно всегда разное и всегда настолько красивое, но, как я вам сказала, пришел холодный фронт и достаточно прохладно, но конец февраля, скоро март и погода уже будет более теплой, скоро-скоро лет, поэтому приезжайте в Аланию наслаждаться морем, солнцем и прекрасной погодой. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и до встречи в новых видео из солнечной Алании, Турции. Всем всего хорошего, пока-пока!